Привет, друзья! С вами я, Держа Валымов, локалист группы САБО и по совместительству человек, занимающийся спортом до сих пор. Сейчас я это называю мой домашний воркаут, поэтому занимаюсь мне время от времени приходит в голову некоторые идеи, которые я записываю на камеру, чтобы ими могли воспользоваться все те, кто меня смотрит. Если это поможет, буду несказанно рад. Напомню, что в молодости я занимался боксом, это был основной профиль, потом немного занимался борьбой и рукопашным боем, это уже когда закончил ходить в боксерский зал, но это длилось не так интенсивно, как на тренировках, но постоянно, до 27 лет я опять дней недели ходил в зал. А после стал заниматься музыкой, телевидением, это отнимало много времени, но через пару лет опять взял себя руки и с тех пор продолжаю заниматься практически каждый день. То есть это бег, это работа на мешке, это атлетика на полу и на грузиках, на турнике, и это позволяет держать свое тело полностью в тонусе, в форме, быть здоровым, сильным и выносливым. И да, я уже 17 лет как дегетарианец, то есть не ем ни мяса, ни рыбы, ни яиц, только овощи, фрукты, орики, мед, разные семечки и, конечно же, молочные продукты в полном объеме, то есть полностью все, что дает корова. Итак, сегодня я хочу показать вам удары локтем, как их можно применять в самой обычной, обыденной обстановке. Например, если вы едете в метро, в автобусе, или просто близко стоите к человеку, который хочет каким-то образом, ну, как минимум, обидеть. Вот, да, и как часто бывает, люди подходят вот так вот, вплотную, вот так вот, и начинают мериться, что ты, а ты что, а ты что? И, конечно, зачастую нормальным парнем неудобно выбегать, отбегать, хотя, конечно, и говорят, что лучший бой – это невыигранный бой, можешь убегать и тому подобное, но все-таки... Ну, потому что, во-первых, люди зачастую ховят, оскорбляют, обзывают вас, и если вы уйдете, невыиграв бой, у него в голове останется мысль о том, что он может сделать так с кем угодно, и фон 4 с вами, что неприятно. Поэтому, вот ваш противник, вот вы стоите к нему практически вплотную, вот его голова, и он повыше, вот вы. Естественно, все удары базируются на боксерской технике, без нее никуда. Что это означает? Это не просто правильно нанести рукой и точно сжав кулак, довернув его, но еще, это главное – оттолкнуться от ног. с поворотов бедра придаст удару настоящую силу, мощь, убойность. Если вы тренированы, вам не доставит этого особенной сложности. Итак, вот он к вам пристал. Вот развернуться, ну, практически негде. Толкаться тоже плохо. Ну, ногой, бывает, не ударишь, может быть, он прикрывает. Вы просто берете и делаете вот так. Вот сюда, в печень, в ребра, в мешок. Вот сюда, вот. Сочленение ребра. Здесь печень. Здесь у нас тоже больные места. И вот так. Вот, незаметно совершенно, практически без замаха. Этот мешок тяжелый, я специально его убрал, чтобы он был твердый. Там внутри песок, он крепкий, по нему бить больно. Но именно это заставляет вас даже в перчатках наносить удар правильно поставленным кулаком. С доворотом, костями. Потому что мягкий мешок вас расслабляет. Даже если вы умеете боксировать. А твердый вам не простит. Поэтому вот так. Видите, как он облетает? Вот, допустим, правая моя рука. Вот сюда. Вот сюда. Печень. Солнечное сплетение. Вот так. Практически, смотрите, из положения рук, которые внизу. Ну вот, не нужно оттолкнуться. Раз, удар. Видите, как мешок облетает? Вот так. Видите? Два удара. В совершенно неудобной позиции, когда они оттолкнутся, тем не менее, можно это нести. Удар очень точно. И очень сильно. Вот мешок стоит. Вот левая рука, вот его печень. Вот сюда, видите? Вот так. Опа! Самое главное, что этот удар будет заметить для окружающих. И, конечно же, для него заново. Допустим, он вас схватил вот здесь, на плече, как-то еще пытается. Тем не менее, я же оттолкну его. И сюда, сюда, видите? Видите, как мешок облетает? Он очень твердый. Лапил нужно бить. Вот здесь есть такое место. Сочленение сустава и мышцы. Хотя кость тоже выбирает. Но, тем не менее, я вот и бью всегда, куда-то. И, в общем-то, никогда лопать не отбиваю. Вот вы стоите. Раз, сюда. Видите, даже легкий удар. Два, сюда. Но лучше бить сразу, хорошо. Потому что легкий удар с группы рук и переваленно отскочит. Вот так. Или так. Или можно так. Или можно так. Вот вы стоите. Ну и, естественно, можно подключать голову. Вот сюда нос. Что касается удара головой. Не этим местом. Не этим и не переносится. На голове, не знаю, как у кого, у меня есть такой маленький выступ. Он выделяется, как шишка. Именно им я всегда бью. И именно этот выступ позволяет мне видеть головой. Не ударяя носом. Видите? И не попадая вот этим местом бокалом. Потому что ей неудобно. А вот так вот сломаете нос. Или разобрели. Вот так вот. Конечно, вам нужно больно. Но что делать? Если вы не стеснены никаким движением или обстоятельствами, то удар локтя, он, конечно, очень сильный и очень убойный. Можно вместо бокового нанести удар локтя. Вот он, как раз, боковой, да? Я показываю медленно. Раз сюда. Два сюда. Можно вот так нанести. Так сказать, стаканом. Да. Но это всегда неудобно. Это всегда длинно. Я наступил, если вы близко стоите. Хотя, может, и удобно. Но локтем 100% попадешь и 100% убойным. Вот так. Апа. Видите? И даже с моим ростом, метр восемьдесят, вы всегда локтем можете дотянуться до подбородка и даже до скулы вашего понятия, которое выше вас. Например, вот так. Вот так, видите? Ап. Но лучше бить все-таки вниз, почему? Потому что ребра и печень, и живот. Это, во-первых, легче достигается, а во-вторых, незаметно. Зазвонил мудивник. Моя тренировка закончена. На сегодня. Вот так. Вот так. Идем по стороне. Вот у вас здесь печень, солнечное сплетение, ребра, грудная клетка, руки его, плечи, особенно по этим местам предплечья, локтевые суставы. Везде, куда попадает ваш локоть, он наносит разящие удары. Только нужно действовать быстро, энергично. Если уж вы решили бить, то бить безжалостно. Потому что не только вы умеете бить, а вы конево отношили, пистолет даже. Подписывайтесь на мой канал. Все шароломы можно в группу поставить. Продолжение следует... Продолжение следует...